Приветствую вас, я уверен, что коллеги ответили вам на вопрос достаточно полно, поэтому сам я, чтобы не повторяться, хотел бы раскрыть вот такой момент. Смотрите, вы пишите, что у вас с парнем было заинтересовано общение и в общем-то все у вас было хорошо, правда сколько времени вы вместе, тут не очень этот момент понятен, но тем не менее. Значит, у вас с парнем все было относительно неплохо, потом вы провели вместе ночью и он не исчез, как вы думали изначально. Кстати говоря, отдельный момент о том, почему вы думали, что он обязательно исчезнет, с чем связана ваша такая смысл, неуверенность в себе, либо страх. Об этом постарайтесь подумать отдельно. Вот, значит, мужчина не исчез, он продолжает общаться с вами и, собственно говоря, ведет себя так, как будто бы переживает за то, что вы не пишете ему, переживает. И для того, что вы, как я понял, если я понял вас правильно, не уделяете ему внимания, но при этом говорите, что вы не подходите ему для отношений. Вы знаете, в этой ситуации, безусловно, есть множество перемен, например, перемена, которая связана, допустим, с психологическим портретом мужчины. А, то есть, вот, что это за человек, допустим, что это за человек? Какие у него, ну, например, ценности? Какие у него, например, идеалы? Какие у него, например, стремления? Может ли он вас обманывать или нет? Если может, то, соответственно, что на это указывает? Если нет, то почему вы тогда в нем сомневаетесь? То есть, моментов здесь достаточно много, моментов, связанных, пожалуй, именно с тем, чтобы понять, насколько, условно говоря, оправдано то, что вы про него говорите, оправдано то, что вы о нем думаете, оправдано то, чего вы боитесь. Вот это вот важный момент, на самом деле, очень этот момент важный. Но я хотел вам сказать немножечко другое, что если бы мужчина действительно считал бы или думал, что вы не подходите ему для отношений, то он бы, скорее всего, как и многие другие мужчины в этой ситуации, скорее всего, он просто-напросто исчез бы, ушел под предлогом. А раз так, раз он вам пишет, значит, вы ему не безразличны. И если вы ему не безразличны, но он при этом говорит, что вы не подходите ему для отношений, значит, скорее всего, мужчина просто-напросто боится ответственности, которая следует, по его мнению, за тем, что вы переспарите. И, соответственно, на мужчину сейчас не стоит и не нужно давить. То, что случилось, уже случилось. Этого не изменить при всем желании. Но вам не нужно сейчас на него давить. Общайтесь, не спешите, проводите время. Но это не для себя, не надейте. Не настраивайте себя на то, что этот человек обязательно будет с вами. Будьте готовы к тому, что он решит, что такая ответственность не по нему и уйдет от вас. То есть, чтобы не было бунчительно больно, не нужно на что-то надеяться, не нужно рассчитывать на что-то. Слевите своей жизни. Если мужчина говорит вам, почему вы не пишете, можете так грустно написать, что «Ну, ты же сказал, что я тебе для отношений не подхожу, тогда чем тебе писать?» Понимаете? То есть, сами позвольте ему почувствовать вот это противоречие в отношении к вам. Чтобы он как можно быстрее это противоречие для себя разрешил. И тогда вы быстрее поймете, как мужчина к вам относится. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Но если вы видите, что он переживает, то, скорее всего, я думаю, что у него к вам чувства есть. Просто он боится того, что, например, потеряет свободу, или боится, например, того, что вы будете от него чего-то требовать. Ну, допустим. И так далее. То есть, вариантов здесь много. Вариантов здесь очень много. Но тот факт, что вы ему не безразличны, это совершенно точно. Поэтому не переживайте. Займите достаточно нейтральную, пассивную позицию. И сверите этой позиции. И тогда у вас все будет максимально. Заметьте, именно максимально. Хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.